Коллеги, товарищи, всем привет! Мы продолжаем серию инженерный трэш. Не очень часто выходят ролики. Постараюсь исправиться в будущем. Сейчас осень, я опять записываюсь на улице, поэтому может быть немножко шумно. Тем не менее, не удивляйтесь странным монтажным склейкам. Это нормально в условиях порыва хетро периодических. Я буду замолкать и потом подклею видео. Сегодня же мы будем обсуждать один из важных аспектов инженерного дела, а именно верификацию данных. Как проводится верификация данных тестами. Мы немножко проговорим про трэшовые тесты. И сегодня у нас на разборе легендарное видео, которое послужило просто причиной очень серьезного изменения регламента, из-за которого многие команды сейчас немножко даже страдают, но страдают обоснованно и заслуженно. Много лет назад, когда я только пришел в команду Формулы Студент, тесты деформируемого элемента можно было проводить на своем оборудовании. И многие команды испытывали кто как. Честно говоря, команда МАДИ тоже отличилась немножко трэшовым тестом. Видео подмонтируем. Субтитры сделал DimaTorzok Одна из американских команд провела испытания, скинув бочку на деформируемый элемент. И это еще не худший пример. Вот другой пример. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чтобы ввести уже на нормальные испытания примерно похожий деформируемый элемент Так как регулярного доступа к оборудованию возможно команда не имеет Но нашлась команда которая перебила всех Она просто разделила формулы студент на до и после Просто вот так И разорвала его на части Это речь пойдет об одной команде из Таиланда Которая не имея собственного оборудования для испытания деформируемого элемента Провела его вот таким образом Они разогнали автомобиль И ударили в ковш экскаватора Разгонял живой человек, пилот Наверное у них их там много в Таиланде Знаете что делал человек на мопеде сбоку? Засекал скорость Конечно как же еще отмерить нужную скорость со ударения? Это просто гениально Гениально Они даже не стали одевать шлем на пилота Просто не одели шлем Вот такое короткое видео А сколько эмоций И самое главное А сколько вопросов Вообще о чем они думали? Скажу сразу Организаторы в Германии решили Не допускать данную команду До соревнований Как только это видео появилось в соцсетях И разлетелось по ним Все В Германии на этой команде поставили крест Ну то есть их дисквалифицировали на год Как минимум на год Честно говоря я не помню Что там дальше с ними было Тут речь не о правоприменении И наказании команды А это был такой посыл для других Не надо так делать Ребята Не надо ни в коем случае Как обычно Посмотрим внимательнее на происходящее У нас же инженерный трэш При ударе вот выпадает какая-то картонка Что за картонка? Да ведь походу она держала аккумулятор Вот Вот так вот он закреплен А вот аккумулятор в полете Сделал полную фигню Ну повеселись хотя бы Вот этот весельчак Который чуть было не получил серьезные травмы Мне кажется Его цель жизни Это получить премию Дарвина У команды есть Откровенные проблемы со сварными швами Давайте посмотрим еще разок Вообще кстати Что-то у них передний квадрат Как-то меньше чем пластина Которая крепится деформируемый элемент Опять вот тут крепление качалки Консольное и на один болт Все это не имеет большого принципиального значения Если они готовы вот так испытывать автомобиль Ребята Думайте о вашей безопасности Во что бы вы там не верили Жизнь у вас одна Как минимум в этом мире жизнь одна И любой пострадавший в данном проекте В процессе осуществления деятельности в проекте Наносит непоправимый вред команде Университету и всему проекту в целом Университет не будет вкладывать деньги В потенциально опасную деятельность для команд Это действительно опасно Вообще признак развитого общества Это понимание ценности Человеческой жизни и человеческого здоровья Да, эти ребята создали очень яркий прецедент Но вы думаете, они единственные Кто проводил такие опасные тесты? Ну, фактически они занимались экстремистской деятельностью То есть они проект Немножко даже, я бы сказал, опорочили Тем не менее, я не считаю, что нужно это скрывать Это есть, это было загружено в интернет И, в общем-то, отправлено на всеобщее обозрение Другое дело то, что мне очень хотелось это прокомментировать Все-таки, как бы там ни было Любой даже негативный опыт Он несет в себе какой-то урок Поэтому сейчас дальше мы посмотрим Целую серию опасных тестов И постараемся сделать вывод после каждого из них Это будут вырезки, которые опубликованы в соцсетях Поэтому, ребят, если где-то попадет название команды Не расстраивайтесь К сожалению, вы загрузили это в соцсети И, значит, это стало достоянием общественности А, значит, могло попасть под пристальный взор организаторов 2009 год, Ингольдштадт Показательные заезды команды из Теум-Мюнхена на 100-летие Ауди Автомобиль понесло Большая удача, что дерево стояло достаточно далеко Люди, кстати, стояли куда ближе Очень радует, что вместо маршала, сигнализирующего желтым флагом О потенциальной опасности на трассе Мы тут видим людей, так нежно помахивающих ладошками Хотя, маршал может и был Но его не было видно на видео Мораль Не надо сильно наваливать там, где нет подходящей зоны вылета Вы можете ошибиться Ваш пилот может ошибиться Вот короткое видео из 2018 года от команды Катрейсинг Извините, ребят Автомобиль весь в логотипах и наклейках Вы это отправили в интернет Поэтому, ну, ваш имидж уже в ваших руках Хотя я сомневаюсь, что они смотрят русскоязычный ютуб Команда проводит тесты при наличии людей в зоне вылета При этом человек с камерой подсознательно все воспринимает как фильм И отбегать в случае заноса автомобиля он будет сильно дольше Мораль Не допускайте размещения народа в зонах вылета Хорошо, если люди в зоне вылета А если они напрямую стоят на трассе Как вам такое? В регламенте формулы студент указано Ширина трассы на ускорение 4,5 метра То есть при ширине автомобиля в 1,5 метра, допустим От его колес должно быть еще 1,5 метра до края трассы Там вот эти представители вида Homo sapiens стоят прямо на трассе Я понимаю, что все очень смелые А на крайний случай быстрые и ловкие Если вам нужно доказать вашу смелость Идите в пожарной или в МЧС В армию можете сходить Если вы планируете быть инженером Вы должны быть в первую очередь умны И использовать голову Расскажу историю У меня знакомый работал в отделении полиции И разбирал случай как раз таки Ну, то есть он занимался техэкспертизой И разбирал случай, когда велосипедист сбил человека на смерть Масса велосипеда, человека на велосипеде примерно 100 килограмм Скорость была 30-35 километров в час При ударе этого хватило, чтобы упавший человек умер Просто от удара головой об асфальт Масса автомобиля Формула Студента Характерная скорость значительно больше Ну, и чтобы вы не расслаблялись на тему того, что автомобиль находится в фазе прямолинейного движения Посмотрите на эти видео и на тесты на ускорение Ладно, чтобы не бояться потери сцепления при потере управления Следующая команда решила потерять сцепление с сохранением управления Да, дрифтит он классно Вот только зачем там куча зевак в непосредственной близости? Чем они заняты? Я могу понять, если оператор хочет снять классный промо-ролик И находится в непосредственной близости от автомобиля А вот что остальные там делают? Зачем они портят кадр? Наоборот, сделайте все профессионально Пусть все увидят уровень Пусть это выглядит красиво Никаких непонятных людей в непонятных куртках В непосредственной близости от движущихся автомобилях Сделайте нормальное оцепление Оставьте там оператора и максимум одного человека с ним Которые не будут отвлекаться А будут следить за автомобилем С единственной целью Выдернуть оператора от надвигающегося автомобиля Когда он слишком увлечется съемкой По своему опыту Когда ты смотришь через объектив Ты в буквальном смысле теряешь связь с реальностью Тебе кажется, что это нереально И вот надвигающийся автомобиль Он как будто бы далеко На самом деле нет Он может оказаться уже очень близко И ты можешь стоять у него на пути Вот, кстати, пример Мой личный Тогда я еще был молодой Только выпустился из школы Это было, по-моему, перед поступлением на первый курс Я был на На мероприятие из Тай-клуба каком-то Не помню точно А ведь есть и те, кто проводит тесты Непосредственно около больших гражданских автомобилей Прямо на улице Ребята, не обольщайтесь В этой ситуации наименее защищен человек в автомобиле Формула-студент Да, пускай пилот в жесткой прочной клетке Но зон деформации практически нет Пилот жестко пристегнут Ускорение при ударе может просто уничтожить его внутренние органы Он умрет от внутренних кровотечений И да, а какой автомобиль при ударе машины 1 массой 300 кг и машины 2 массой 1500 или 2 тонны Получит большее ускорение Используйте инженерные навыки и посчитайте А вот ребятки решили, что просто мир настоящей автомобилей это мало Надо дрифтануть двумя автомобилями Для справки, автомобиль Формула-студент на видео максимально далек от того, чтобы пройти техническую инспекцию на соревнованиях Тем не менее, устраивать опасные покатушки вместо инженерной работы, ну тут ума много не надо Если вам показалось, что крутить пончики на пустой площадке этого мало Пожалуйста, в следующем видео еще больше уровень пофигизма Давайте крутанемся прямо около людей Около мам с детьми, около бабушек, дедушек Знаете в чем плюс даже простейшего забора? Он ограничивает людей от случайного выпадания на трассу Споткнется кто-нибудь, толкнет сзади Да просто алкаш какой-нибудь выпадет на дорогу Никогда так не делайте Зачем? К чему вам эти риски? Раз у нас тут неадекватные команды, мы повысим уровень неадекватности Покрутим колеса без шлема Формально тут бюрнаут И вроде бы автомобиль без движения Тест на торможение, надеюсь, они сделали Вроде бы ничего серьезного, просто пилот без шлема А ведь можно и дрифтануть без шлема и без ремней Действительно, если цель пилота получить черепно-мозговую травму То шлем, в общем-то, не нужен Надо прям напрямую головой приложиться обо что-нибудь Например, о трубу главной дуги Как вы думаете, что выиграет? Череп в височной части Либо стальная труба 25 на 2,5 толщиной стенки? Мне кажется, ответ очевиден А чтобы точно влепиться головой, надо ездить без ремней безопасности Без ремней безопасности Это, наверное, наибольшая жесть с точки зрения самой безопасности Я вот здесь не вижу ремней А они должны быть здесь Вот эти же ребята на другом видео И вот они, ремни Казалось бы, ребята исправились Но нет, они пошли на повышение А чего бы нам не поехать прямо по улице? Вы видите где-то сплошное перекрытие? Ну, наверное, они где-то есть Будем на это надеяться После предыдущего видео Остальное выглядит уже не так торчняково Вот здесь езда одной рукой Селфимся Вроде бы не супер опасно Зато можно увидеть отсутствие перчаток Вообще, тесты с неправильной экипировкой пилота Это классика Вот еще примеры Тесты пилота без экипировки В принципе, на автомобиле, не прошедшем техническую инспекцию Зная, что про герметичность огнеупорной стенки Думают обычно в последний момент Я абсолютно уверен, что она не герметична И без экипировки В случае, если что-то полыхнет Пилот явно пострадает Вот еще тесты без экипировки Но зато в шлеме В остальном более-менее Наверное, он видел вот этот кадр И решил, что конусом он не хочет получить по щам И надо одеть хотя бы шлем Но уже неплохо Вот вроде бы нормальное видео Автомобиль движется по картодрому Других автомобилей нет Пилот в перчатках Но тут бац Голая нога Комбинезон пилота? Не, не слышал Другая классика По катушке по кампусу Неважно, что и как Сделал авто, сразу катайся Соответствуют автомобили или нет? Да пофиг У нас же не инженерное соревнование Обучающее передовой практике А так, гаражные поделки А как вам супер идея Поставить топливный бак Сразу за головой пилота? Чтобы, если что, сжечь все нафиг Эти же автомобили не горят Не горят же? Это же редкий случай Ну, наверное, не горят Не, не горят Точно не горят Давайте посмотрим и подумаем Вот инцидент, который я видел лично Возгорание на соревнованиях в Италии В 2011 году А вот известный инцидент Из Германии 2010 Тоже произошел у меня на глазах Полыхнуло очень мощно Немножко горячего Монош Моторспорт В 2003 году на гонке 2011 год Команда и линия Моторспорт В зоне практики Вот немного фотографий С самого начала 2000-х В 2013 году Сгорел автомобиль Университета Ватерлоу В 2016 году Спецнаграду Получил пилот Этой команды Под названием Чуть было не было Или чуть было не стало В 2019 году Рутгерс Моторспорт Пожар на соревновании В Канаде На самом деле Этот список Можно продолжать долго Горят и топовые команды Был случай Когда сгорел автомобиль У электриков Технического университета Штургарта Они тогда за два месяца Восстановили автомобиль Фактически построили новый В этом сезоне Сгорел автомобиль У команды Технического университета Берлина Они просто загрузили его В прицеп Что-то там не разомкнули Что-то у них там Произошло И пока они Ночью ждали выезда На погрузку Для отправки На соревнования Автомобиль Ночью Сгорел Ну там Не то чтобы прям Вообще в пепел Но Задняя часть Силовой установкой Неплохо пострадала В общем В год горят Примерно Два-три автомобиля Стабильно Просто много Из этого не попадает В сеть Как ни странно То есть Часть автомобиля Сгорает на тестах Сгорают батареи Сгорают отдельные части То есть Это на самом деле Очень популярная тема А что с другими Типами инцидентов Бывают ли уши На официальных соревнованиях Нет Но вот ситуации Близки к этому Бывали и В общем-то Без помощи Сторонних автомобилей Просто за счет Высокого сцепления Также Хочу отметить Автомобили Формулы Студент Не предназначены Для других видов соревнований Просто требования Безопасности К раме автомобиля Не подразумевают Какие-то Соревнования С общим стартом Соревнования С более тяжелыми Автомобилями Либо с жесткими Барьерами безопасности Вокруг Сейчас Такое встречается Крайне редко Но когда я пришел В команду Формулы Студент В далеком 2008 году И искал Всякие видео То вот Мне попалось Это видео Это один из первых Автомобилей Команды Штутгарта Качество видео Соответствует Его древности Мы уже настолько Привыкли к качественному Видео Что вот это воспринимается Как будто это видео Из исторической хроники На самом деле Это плюс-минус 2007 год И в общем-то Я уже был студентом Для меня это Вполне взрослый возраст Стоит ли говорить Что участие в гонках Без линии защиты Для этих автомобилей Просто смерти подобно Это не раллийный автомобиль Он не рассчитан На встречу с деревом Или столбом Не тот регламент И при проектировании Никто не закладывает туда Такие действующие нагрузки Да и качество инженерии Студентов Конечно не всегда на высоте После ряда Подобных случаев В Европе Организаторы Внесли пункт В регламент Который запрещал Автомобилям Формулы студент Участвовать В других соревнованиях Правда После этого По-моему Его сейчас убрали Потому что Немцы В общем-то Пошли по пути Сокращения Количества Слов То есть это Физически На собраниях Так говорилось Что регламент Должен быть лаконичным И у них есть Такой KPI По оптимизации Регламента Если примерно Без потери смысла Регламент Стал меньше И более Понятным В США же Осталась практика Выступления На автомобилях Формулы студент В категории SCCA Solo 2 Это соревнования В режиме Time Attack По автофигурке Люди соревнуются Кто на чем Гораз На парковках На открытых площадках По разным Хитро закрученным Маршрутам Из конусов Проблема в том Что те ограждения Которые там Применяются Хороши в основном Для серийных Гражданских Автомобилей Пример Вот эти Бетонные блоки Автомобиль Формулы студент Либо проскочит Между ними Либо просто Уничтожится Об их угол При этом Видеофиксация Фиксирует Что непонятная Фигня Может происходить И на парковке С конусами А вот Автомобиль Закончил тесты С вылетом С трассы А это Последствия Вылета Одного из автомобилей Когда из-за сильного удара Рулевая рейка Оказалась вырвана Из монокока Лишнее доказательство Что вообще Эти автомобили Неспроста Такие легкие И их безопасность Рассчитана На катание По ровной Асфальтовой площадке Вот команда Из Орегона Сняла эффектное Видео С покатушками По трассе В заснеженном лесу Красиво Но очень опасно При вылете В деревья Может быть Просто Ой-ой-ой Пластик Они наверное Специально сняли Чтобы все ветки И палки Летели И протыкали пилота Пластик Они наверное Специально сняли Чтобы все ветки И палки При вылете В кусты Просто Воткнулись В пилота На самом деле У нас Проблемы с безопасностью Возникают И на соревнованиях У нас Я имею ввиду В мире Формула студент У нас конечно В этом мире Многие организаторы Думают Что они все Сами с усами Сейчас проведут Хорошее соревнование При этом Они не имеют Опыта в автоспорте И не Демонстрируют Правильный подход К безопасности И Ну то есть Знаете В автоспорте Все правила И нормы безопасности Они написаны кровью А в формуле студент До этого Ну мало Случалось Каких-то серьезных Инцидентов Потому что Был серьезный подход Поэтому По мере Роста Количества соревнований Стали появляться Организаторы Которые Недостаточно Уделяют Внимание Безопасности Яркие примеры Это формула студент Андорра И формула студент Венгрия Не путать С соревнованиями Формула студент Ист Давайте сначала Про Андорру Были такие Небольшие соревнования В Пару лет назад В Андорре Соответственно И Там организаторы Выделили Для команд Площадку Для проведения тестов Площадка Была асфальтовая Огорожена Гардрейлом Вот только Одна проблема Они не подумали Что Гардрейл Для автоспорта На автоспортивных Трассах Имеет одно важное Отличие От того Который устанавливается На шоссе У него Обязательно Должен быть Нижний рельс Который Вплотную Примыкает к земле Это нужно Для того Чтобы при ударе Автомобиль Не Ну Автомобиль низкий Он Может поднять Гардрейл Проскочить Под ним В итоге Это и произошло Достаточно Уже В темное время Автомобиль Одной из команд Потерял управление Ударился В гардрейл И заскочил Под него Гардрейл Фактически Дошел До шлема Пилота Срубил Амортизаторы Которые находились В верхней части Рамы И пилот Ударился Шлемом В гардрейл Повезло Что Энергия Уже была Частично Поглощена Тем не менее Там было Еще следующее Нарушение Безопасности То что Рядом Не оказалось Скорой Пилота Долго Увозили То есть Не сразу Его забрали Только через Полчаса Приехала Скорая Забрала Его в больницу Но Слава богу Все обошлось Сотрясением Мозга Не очень сильно На самом деле История помнит Как В подобных Обстоятельствах В формуле В формуле Один В формуле Один Казалось бы Где еще Могут быть Ну Более высокие Какие-то нормы Стандарты По обеспечению Безопасности И Наиболее Отработана Практика Тестов Даже там У команды Маруся В Забыл Честно говоря В какой год Это достаточно Давно было На тестах Погиб пилот Мария Девилота Потеряла Управление Там Была Сложность С Системы Трекшн Контроля И она Вылетела Залетела Под Трейлер Команды Ударилась Шлемом В трейлер Получила Серьезную Черепно-мозговую Травму Потеряла Глаз И После Длительной Реабилитации Вроде бы Ее Выписали Из больницы Но У нее Произошло Дальше Кровоизлияние В мозг Как последствия От данной Травмы То есть Она не Восстановилась И В конечном Итоге Это привело К преждевременной Ее смерти Очень печальная История Ни в коем Случа Не хотел бы Услушать Что-нибудь Такое Про формулу Студент Да и вообще В принципе В любом виде Автоспорта Я бы не хотел Чтобы кто-то Погибал То есть Риск Он должен быть Умеренным Оправданным И соизмеримым Цель Вообще Проекта Цель проекта Формула Студент Подготовка Инженеров Это не Автоспорт Для адреналина Для развлечения Для того Чтобы показать У кого там Крепче Нервы Ну вы поняли Что же Что же произошло В Венгрии В Венгрии Соревнования В Венгрии Достаточно Давние Начались они Как партнерство Выпускников Команды Формула Студент С одной Компанией Которая выступила Промоутером Мероприятия Однако В какой-то момент Понимание Промоутера Вообще О сути мероприятия Привело К разрыву К ссоре Между Между Людьми Которые Действительно Знают Что такое Формула Студент Что такое Безопасность И Самим Организатором Мероприятия В принципе Вот этим Эвент Менеджментом В итоге Мероприятие Разделилось На Условно Правильные Соревнования Которые Назвались Формула Студент Ист Из-за Того Что Название Формулы Студент Хангери Было Уже Занято Промоутером И На Соревнование Формулы Студент Хангери Которое Проводил Промоутер В составе Оргкомитета Где Не оказалось Ни одного Человека С пониманием Что такое Формула Студент И Автомобильные Соревнования Они Сделали Трассу По кампусу Очень длинную Прямо По дорожкам В кампусе Со всеми Ее столбами Скамейками И так далее Не обеспечив Безопасности И Произошел Следующий Инцидент Крайне Удачно Что никто Не пострадал Давайте Заканчивать С Вот этим Трэшем Инженерным Конечно Немножко Потому что Проведение Ходовых Испытаний Это завершение Инженерного Цикла Проекта Помните Ваша Жизнь И ваше Здоровье Важны Эта фраза Немножко Дискредитирована Некоторыми Всякими Движениями Странными Но Это на самом Деле Так Как я уже Сказал Признак Развитого Общества Это понимание Ценности Человеческой Жизни И здоровье Как ни Странно Потому что Здоровье Это то Что обеспечивает Вам Качество Жизни И возможность Качественного Труда Дальнейшего Развития Вообще Всего Формула Студента Это не Защита Близких Это не Участие В войне Где вам Нужно Проявлять Какие-то Чудеса Смелости Идти Вопреки Каким-то Опасностям И сложностям Тут вам Нужно Работать Со включенной Головой Вы Учитесь Вы Учитесь Быть Инженером Правильно Организовывать Инженерный Процесс В том числе И испытания Ходовые Поэтому Работайте Со включенной Головой Помните Что Вас Наверняка Кто-то ждет Как минимум Какие-то Друзья Помните Что это Не развлекон Это не Поделка В гараже В гараже Вы можете Делать Что хотите Вы можете Тестироваться Как хотите У вас Ограниченные Вы ни на что Не претендуете Вы делаете Это для себя Для удовольствия Формула Студент Это часть Образовательного Процесса Как бы там Не было Это целый Проект Где задействованы Многие Люди Участники Команд Представители Университетов Организаторы Это серьезная Деятельность Которая требует Серьезного Подхода И здесь Вы именно Учитесь Этому серьезному Подходу Потому что Правильная Организация Всего этого Правильная Организация Работ Понимание Техники Безопасности Понимание Важности И навык Скажем так Непренебережения Техникой Безопасности В условиях Нехватки Времени Это очень важно Это Собственно сказать Очень Такое Заметное Различие Между Производством В Европе В США И в Некоторых Азиатских Странах Вот Действительно Заметьте То что Обычно В странах И травматизм Очень высокий Но при этом Люди Они живут Они привыкли К такой Достаточно Сильной Конкуренции В этой среде И не обращают Внимания То есть У них нет Других вариантов Ваша задача Научиться Делать как надо А не Бежать Остаться Вот так Как вы Сейчас Видели То что Вы Сейчас Видели Это Просто Покатушки Трэшовые В этом Нет Ничего Умного Прикольного Талантливого В этом Нет Даже Того Чем Можно Было Как-то Похвастаться Это Это Просто Покатушки Хотя Я верю Что Это Не Проблема Участников Просто Им Где-то Не Объяснили Институты Учат Людей Строить Машины Зачастую Команда Учит Людей Строить Машины Никто Не Учит Людей В должной Мере Никто Не Учит Людей Техники Безопасности Это Зачастую Рассматривается Как некие Побочные Какие-то Требования Которые Мешают Производить Автомобиль Вовремя И эффективно Работать Ну А вот Давайте В конце Я всегда Показываю Какие-нибудь Правильные Примеры И На самом деле Естественно В формуле Студент Куда больше Команд Которые Правильно Проводят Тесты Причем Это В том числе И некоторые Российские Команды Которые Организуют Тесты Очень Неплохо Вот Посмотрим На Один Такой Пример Просто Чтобы Не Оставалось Вот этого Трэша Всего То Что Мы Увидели Команда Перегоняет Свой автомобиль По Кампусу С полицейским Эскортом Вот так И надо Вы поймите Это ваш Путь Улучшить мир Вокруг вас Приучите Всех Вокруг вас Что Работать И делать Дело Надо Основательно И со Включенной Головой Помните Еще раз Повторяю Помните О безопасности Человек Самый Дорогой В любой Системе Он Долго Растет Его Обидно Если Такое Дорого И долго В подготовке Основное Средство Производства И Средство Создания Изобретений Вдруг Станет Недееспособным И поломает Еще Много Чего Вокруг Всем Спасибо Надеюсь Это было Немножко Весело И Поучительно До Новых Встреч Субтитры